Всем привет, я представляю компанию Mixbytes, это софтовая компания, мы занимаемся блокчейн-разработками, всякие пишем прототипы, мы пишем под Ethereum, под графин цепочки. И вот SmartCO это наш флагманский проект, который мы собираемся развивать, конструктор смарт-контрактов. Я там как раз являюсь тем самым R&D, про которых рассказывал предыдущий докладчик, которые неизвестно чем занимаются, и занимаюсь тем, что плохо программирую на разных языках, и по чуть-чуть, то есть утром немножко на питоне попишу, вечером на плюсах, на следующий день на Java, смотрю, что нам может подойти. Про что я хотел бы вам сегодня рассказать, начитавшись кучей всяких разных статей про разные консенсусы, я решил их сравнить и выбрать, что на самом деле работает, и рассказать про это. Я хочу рассмотреть несколько базовых типов консенсуса, конечно, условно базовых, то есть я не собираюсь классифицировать эти алгоритмы, которые сейчас развиваются просто с безумной скоростью во все стороны. Мы уже увидели гиперледжер в одну сторону, графин в другую сторону, биткоин в третью с proof-of-work. А на самом деле гораздо больше, десятки видов различных алгоритмов и достаточно нетривиальных. Я выбрал три параметра, это скорость, скорость имеется в виду, скорость закрытия транзакции, когда мы уверены, что транзакция уже нормально работает. Юзабилити, под юзабилити я понимаю удобство использования этого блокчейна применительно к реальным задачам, то есть насколько удобно будет прикрутить конкретно вот этот консенсус под большой класс бизнес-задач. Ну и третий, это security, это как раз с точки зрения безопасности, в который я включаю также возможности сговора, манипуляции как раз списками подписантов и так далее. Попытался чуть-чуть так вот их сгруппировать и рассказать, кто из этих трех типов консенсуса в какую сторону развивается, то есть какие алгоритмы в какую сторону идут. Ну а во второй части доклада я как раз хотел рассказать, продолжить Сашин доклад, рассказать про консенсус именно в цепочках графин, ну потому что это вообще единственный консенсус, который сейчас работает в реальном продакшене и выдает хоть какие-то более-менее нормальные цифры по скорости, то есть там тысячи транзакций в секунду, никаких других решений в общем-то нету, которые сейчас работали бы уже там, не знаю, в течение года-двух в продакшене. Окей, значит начнем с proof of work. Все вам знакомы сегодня и рассказывали вам про нулевые биты в начале хэшей, хотя это как бы всего лишь один из видов консенсуса типа proof of work. Значит общая его мысль заключается в том, что как бы больше блоков и больше награды закрывают те, у кого больше хэширующей мощности. То есть про биткоины, надеюсь, как бы все читали. Но на самом деле этот proof of work, когда он появился, он вообще как бы появился как защита от спама, как такой универсальный утяжелитель. И для людей, которые были на хайлоуде, это может быть очень-очень интересным решением. Смотрите, ведь я могу, если меня клиент заваливает запросами, я могу сказать клиенту, давай ты мне вот сейчас отдашь как бы хэшик с одним нулевым битом в начале, а следующий запрос как бы отдай с двумя, а потом а следующий с тремя, с четырьмя, с пятью, и каждый раз для клиента, как бы каждый следующий запрос, он будет все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Мне не надо будет на сервере там вести, делать там грейлистинг-то, там какую-то держать там что-нибудь там в памяти, кто там в час сколько отправил запросов. Я все это скину на клиента. Пускай он там себе там на процессорах считает, брутфорсит хэши, а это такое решение, которое позволяет задать рейт-лимитинг на клиенте. Эта штука достаточно интересная и, скорее всего, будет использоваться достаточно широко в различных блокчейнах. Значит, на самом деле сам по себе голый proof-of-work, то есть когда я вам говорю отдайте мне хэш там с пятью нулями в начале, он в общем-то бесполезен. Именно поэтому он и не полетел там ни в защите от спама, там нигде, просто потому что нам надо каким-то образом клиенту сообщить, там твоя сложность такая-то. В биткоине и вообще в блокчейне он как специально под это заточен, потому что мы вот эту сложность N, мы ее можем, грубо говоря, вычислить на основании блокчейна. То есть мы можем пробежаться по блокчейну, что-нибудь там посчитать и сказать, а теперь сложность будет вот такая вот. Там в частности в биткоине меряется среднее время между блоками, ну и так далее. В этом случае появляется такая интересная задача, что мы не можем сделать одновременно секьюрный и быстрый блокчейн. Сейчас как раз покажу. Значит, тут я сразу же перепрыгнул на свойства. То есть я считаю, что блокчейн на базе proof-of-work является самым безопасным, ну потому что тупо их тормознуть, она же является и безопасностью. То есть ты можешь там переломать все, что хочешь в этом блокчейне, но для того, чтобы его перестроить с заданными требованиями сложности, тебе вынь да положь здоровую ферму и огромную хэширующую мощность. Я еще добавил плюс один к юзабилити этих блокчейнов, ну потому что проверка все-таки proof-of-work, она простая. Мне не надо для этого бегать, искать у кого там сколько крипты, какие балансы, кому позволено было закрывать блок. То есть мне это все делать не надо. Как бы взяли хэш, вычислили n, сравнили, меньше, готово. Блок валидный. Поехали. Значит, со скоростью, понятно, я просто написал ноль, потому что они, конечно, не быстрые. Значит, куда развиваются алгоритмы консенсуса именно для proof-of-work? Вообще, куда копают? Значит, в сторону безопасности и децентрализации. Если кто не знал, то за последние годы достаточно сильно развилась область в криптографии, изготовление новых алгоритмов хэширования. Вроде бы казалось, раньше там, ну что такое хэш криптографический? Ну вот было бы здорово, чтобы коллизий не было, чтобы он там считался быстро, и было бы все здорово, и он был бы криптографически стойкий, и вроде бы все. Оказалось, что нифига. Оказалось, что в блокчейне эти хэши, их использование, оно немножко похитрее. В частности, например, есть явное разделение между генерацией хэша. То есть я бегу, я взял новый блок, и мне надо сгенерировать для него хэш. Это одна задача, а проверка этого хэша, взять блок, посчитать от него хэш, и проверить, соответствует ли он, это на самом деле другая задача. Эти задачи в блокчейне начали распиливать. Таким образом появился, например, даггер, написанный Бутерином, который как раз позволяет что сделать? Вы для того, чтобы майнить, для того, чтобы закрыть блок хэшом, вы должны держать гигабайт оперативной памяти. То есть там бегаете по массиву большому в этой памяти, по дагу, по директе, кацикли, графу, собираете вот этот хэш. Вам для этого нужен гигабайт памяти. То есть поставить асик, у которого на каждом ядре процессорном будет по гигу памяти, у вас денег не хватит, такие асики себе ставить. А для того, чтобы проверять, как нашему клиенту, бегущему по блокчейну Этериума, нам достаточно иметь небольшой кэш размером 16 мегабайт. То есть это интересно, алгоритмы хэширования, которые по-разному работают, тут они с перекосом, генерация дорогая, проверка дешевая. Вот в эту сторону все идет. Также есть такой мета-алгоритм скрипт, который в большом количестве криптовалют используется. Это такой алгоритм, который превращает сложность вычисления хэша на… Фактически это тот же самый классический тайм-мемори трейдов. То есть мы выбираем либо много алу, и можем параллельно производить много вычислений, но тогда у нас будет мало памяти, либо у нас есть большое количество памяти, мы можем предвычислить большое количество данных, но не сможем это сделать параллельно. Вот скрипт позволяет это как раз динамически менять. Значит, куда они развиваются в пользу юзабилити? Ну, это вообще моя мечта золотая, ее везде толкают. Это полезный proof-of-work. Привожу всем в пример восхищающий меня PrimeCoin. Это проект, в котором вместо хэшей используются последовательности простых чисел, большие, которые в дальнейшем используются уже для математического моделирования. То есть сейчас вот эти хэши, эти биткоиновские, они на самом деле бесполезные. А хотелось бы иметь все-таки систему, где вот эти все огромные фермы майнинговые, они все-таки что-нибудь хорошее делали. Не знаю, лекарства искали, белки фолдили или еще что-то. То есть занимались чем-нибудь полезным. Вот это было бы здорово, на самом деле, если бы вот в этом направлении пошла мысль, и в этом случае proof-of-work имел бы вообще полное право на существование, был бы очень даже хорош. Значит, что в сторону speed, в сторону скорости? Ну, как вы понимаете, это, конечно, все те же самые форки биткоина, которые говорят, давайте сделаем блок больше, расстояние между блоками меньше, транзакции будем пихать больше. В общем, здесь как бы этот proof-of-work тоже как бы тюнится во все. Но особо интересного конкретно вот в этой области не сделано. Ну, потому что что копать туда, куда на самом деле копать не стоит. Ведь именно тормознутость proof-of-work является основой его безопасности. Значит, еще раз, да, там, подытоживаю. Еще как бы третий пункт, про который хотелось бы сказать, это то, что сговор здесь организовать сложнее. То есть, если мы говорим о каких-нибудь там proof-of-stake или как бы там, да, там, где вот есть как раз эти подписанты, список подписантов, им договориться проще. Им надо всего лишь там передал там цифровую подпись, перекинул там крипту, как бы и все, и сеть перебалансировалась. А здесь надо, видать, там пойти всех девопсов поднять, искать, давай, ты переключи, там, значит, здесь передай мне этот пул, передай тот пул. И, в общем, здесь немножко это посложнее. Перейдем к proof-of-stake, как бы самый вариативный. Как бы здесь, как бы принцип такой, как бы вот в простой наивной версии proof-of-stake, которая первая появилась, внутри тот же самый proof-of-work находится. То есть, вы точно так же должны искать красивые хэши с ноликами, но просто тот, у кого крипты больше на счету, для него сложность ниже. То есть, как бы если у меня миллиард крипты, я должен найти как бы хэшик с двумя ноликами, с двумя нулевыми битами в начале, а если у меня там 100 этой крипты, то я должен найти там, не знаю, с 10-ю ноликами. Вот. Но, как бы по факту, в принципе, все эти схемы, они как бы ведут к тому, что, по идее, майнить должны, майнить, а точнее, производить блоки должны те, у кого выше так называемая карма. То есть, кто полезнее сети, у того, как бы больше карма, тот майнит быстрее, тому выгоднее поддерживать стабильность и курс этой валюты, и делать так, чтобы в его сети, как бы, все было честно и без обмана. Вот. Это отличное решение для схем, которые базируются на экономической безопасности. Именно здесь там огромное количество схем, там, где там несколько ролей участников, каждый из них получает комиссии, там, за какие-то действия, там, не знаю, какие-то дивиденды, депозиты и так далее. То есть, все эти схемы позволяют завязать информационную безопасность и экономическую в один, как бы, клубок. То есть, мы можем сделать сами, как бы, запрограммировать такой алгоритм, чтобы быть нечестным было бы невыгодно в этой системе. Значит, именно поэтому они настолько вариативны, эти алгоритмы, просто потому что здесь дофига всего можно придумать. То есть, здесь вообще полет мыслей полный, значит, этих, это самые вообще вариативные алгоритмы. И, в общем-то, вся фишка их, она в экономике. То есть, здесь вообще вопрос к экономистам, работает ли ваша система на самом деле, сбалансирована ли она, что будет, если резко упадет спрос, предположим, там, на крипту, как бы, на эту, или что будет, если вся сеть 90% мощности перескочит, как бы, к одной группе, предположим, там, каких-нибудь, там, делегатов. Вот, так что схемы такие, они специфические. Значит, куда они развиваются? Во-первых, значит, все во все стороны пытаются вот эту вот карму сделать наиболее честной. То есть, если сначала это было, сколько у тебя крипты на счете, то сейчас это, там, в каком-нибудь, там, неме, это не только сколько у тебя крипты, а еще, там, средний рейд твоих транзакций, сколько ты, там, переводил, какой объем твоих торгов. В общем, насколько ты полезен сети, как бы, настолько проще тебе закрывать блоки, тем больше ты будешь зарабатывать. В сторону юзабилити, то есть, как удобно все это, как бы, прикручивая, ну, то есть, как это сделать, прикручивая к реальным экономическим схемам. Здесь можно привести в качестве примера, там, скажем, там, Тезос, вот, и тоже большое количество дополнительных моделей и смарт-контрактов, которые тоже, в общем-то, могут представлять собой, как бы, даб, такой, как бы, псевдо-блокчейн. Вот. Это различные депозитарные схемы. Это когда я лочу какое-то количество крипты, да, я говорю, как бы, вот, значит, я там на год эту крипту залочил, и теперь я буду делать что-то для сети и обязуюсь быть честным. А если меня кто-то поймает за руку, предоставит транзакцию с доказательством о том, что я обманул, то я свой депозит потеряю. Вот. Ну, там, известная такая схема, и вот на ней тоже построено тоже много всего, и сейчас вот в сторону юзабилити очень много идет схем, я так понимаю, и в финансах, связанных с депозитами. Ну, это всякие там многосторонние сделки и так далее. В сторону скорости это как раз попытка, значит, назначить майнерами, там, не случайных людей, вот, да, а назначить их специальных, так называемых, там, не знаю, делегатов, витнесы, это в графине называется, если в коде, вот, и заставить их, как бы, работать ровно и честно, как бы, чтобы они с предсказуемым рейтом за фиксированное время закрывали транзакции, чтобы эти блоки уже не откатывались, чтобы не было в конце, ну, вот этого соревнования блоков, как в биткоине, вот как раз мы вот это будем рассматривать во второй части. Значит, что можно сказать про proof-of-stake схемы, да, как бы, скорость у них, как бы, хорошая, то есть, ну, по-хорошему, если мы, у нас 99% блоков закрывают люди, как бы, которые ставят хорошие сервера, им выгодно хорошо быстро, ну, не манить, а производить блоки, как бы, то скорость сети достаточно хорошая, это очень удобно в плане реконфигурации сети, да, мы можем просто перекинуть вот эту вот рабочую крипту, там, предположим, у нас есть там миллион токенов, мы раздали всем по тысяче, как бы, у нас сеть децентрализованная, да, у нас тысяча узлов, у всех по тысяче, все одинаково производят блоки, у нас чистый по roof of work, все счастливы. Потом взяли из этого, там, не знаю, миллиона токенов, как бы, 900 тысяч отдали одному кому-то, и этот один, как бы, на своем огромном сервере, значит, закрывает 90% блоков. То есть это очень удобно, в том числе и для использования в корпоративных системах, как бы, потому что при помощи этой внутренней крипты, как бы, можно перебалансировать сеть, и она может вообще никого экономического смысла, эта крипта, не иметь, она может быть вообще такой водопроводной, то есть просто она всего лишь навсего, как бы, взвешивает блок продюсеров. Вот, в общем-то, и все. Далее, значит, что касается, а, да, про, и про объединение механизмов экономической информационной безопасности, все то же самое. Значит, есть у профустейка фундаментальные проблемы, да, про которые хорошо описано, я про них подробно не буду рассказывать, это про то, что, как бы, так как блоки производить просто, то майнеру совершенно без проблем производить сразу несколько цепочек, ему плевать, есть там даблспенды, честные блоки, нечестные, он просто взвешивает, в каком блоке он больше денег получит, и все, и публикует сразу все. То есть он сманил, там, не знаю, там, пять вариантов блоков, как бы, или там три варианта цепочки, он их все опубликовал, как бы, и оставил только, осталась только та, которая ему выгоднее. Вот. Ну и степень децентрализации, все это, как бы, философские вопросы, вот насколько, как бы, децентрализованы стейкхолдеры, настолько и сеть децентрализована. И это, конечно, самый вариативный из алгоритмов. Proof of authority – это просто такая третья, третья, как бы, группа, которую я вынес. Это такие, это, в общем-то, консенсус, где подписи собираются электронные. Вот, как раз, Hyperledger, там, всякий, по-моему, Ripple, как бы, вот, весь, как бы, PBFT, все варианты. То есть это просто у нас есть список подписантов, и есть способ, способ, которым этот список может меняться. Это вовсе не значит, что он захардкожен, не то, что у нас там 20, как бы, подписантов, а на самом деле у нас есть алгоритм, который позволяет, например, выкинуть одного из подписантов, если согласны, там, не знаю, 11 из 20 участников. То есть там выбросить его и заменить другим. То есть это вовсе не обязательно какая-то такая прям жесткая схема. Вот, значит, обычно под вот этим proof of authority подразумеваются именно такие высокоскоростные блокчейны, в которых был, например, proof of work, а потом его взяли, решили выкинуть и сказали, мы хотим такой же биткоин, который как биткоин, но только чтобы он был быстрее, и чтобы майнерами были только мы. Очень просто, как бы, выпиливается proof of work, вместо него просто вставляется требование, чтобы было, блок подписывался, окей, двумя третями всей сети, как бы, вот вам, пожалуйста, как бы тот же самый BFT. Значит, по идее, это самые вообще скоростные, какие только могут быть блокчейны, потому что ничего там не надо, кроме как подписи лепить на блоке. Вот, с безопасностью тоже, как бы, здесь все хорошо, потому что, так как это нацелено на основном на корповые системы, да, как бы управлять вот этим списком, как раз подписантов достаточно просто, вот, как раз удобный контроль над сетью, в общем, эти консенсусы развиваются именно в сторону корпоративных решений, то есть им важно для того, чтобы это были, там, не знаю, десятки филиалов разбросанных, чтобы они, там, не знаю, ровно работали, в общем, развитие вот такое вот. Значит, обычно еще при помощи этого, на основе этого делают тестнеты, при помощи proof of authority, да, там, например, там тот же самый этериумный тестнет представляет собой точно такой же, как бы, эфир, единственное, только майнеры, они просто из списка жесткого назначены, и все, и они просто подписывают блоки. Вот. Можно обойтись вообще, вообще без блок-продюсеров, вот, используя транзакции в качестве блоков. Здесь то же самое. И децентрализация точно так же зависит от децентрализации списка подписантов. Тоже может быть сговор, тоже могут быть, как бы, там, проблемы со всеми этими списками, так что по безопасности, увы, как бы, не так уж прям все здорово, не так, как в proof of work. Значит, все эти три еще вида консенсуса, есть еще и третий вид развития, который абсолютно, как бы, подходящий под все эти схемы, это другие топологии цепочек. То есть это не один блокчейн, не одна вот эта вот цепочка с ответвлениями, а это DAG. Все, как раз, ациклические графы, это Yota, это ByteBall, это Burst, это, в принципе, к ней же, точно так же к этому DAG относится хэш-граф. То есть все истории, где у, во-первых, вместо блока используется транзакция, то есть как в Yota, да, как бы я бросаю транзакцию в сеть, и этой транзакции я, грубо говоря, закрываю две предыдущих транзакции. То же самое происходит в ByteBall, то же самое происходит во всех, как бы, там, гибридных DAG. Вот, в принципе, они позволяют решить проблемы одновременно и масштабируемости, и проблемы скорости. Вот, единственное, только там проблема с самим DAG, потому что он может неконтролируемо во все стороны разлетаться там и так далее. Значит, из всего этого я вынес, вот, по моему мнению, это самый удачный из алгоритмов консенсуса, если не брать, как бы, честный proof-of-work, вот, то это как раз делегейтед proof-of-stake, это графеновые цепочки, про них уже вам рассказывали, про BitShares, Steam, EOS. Вот, значит, во-первых, это точно доказанная производительность там порядка нескольких тысяч транзакций. Секунду BitShares их держит и делает. Вот, а вот как раз Саша нам обещает сто тысяч, как бы, транзакций скоро. Прости. Ну, ладно, ладно, ладно. Хорошо. Значит, А я там удаленью. Окей. Значит, применение тоже, как бы, есть и контентные проекты, и биржи. Вот. Значит, в чем смысл этой истории? Значит, в делегейтед proof-of-stake достаточно иметь две трети, нужно иметь две трети честных блок-продюсеров. В данном случае у меня на этих схемах А, Б, И, С. Это можно рассматривать, в принципе, как группы даже продюсеров. То есть у нас может быть там 21 продюсера, а это группы по 7. Вот. Побеждает, как везде, как бы, в блокчейне более длинная цепочка. Но что важно в этом консенсусе, то, что в каждой группе назначается свой тайм-слот. Грубо говоря, ну, если так просто такой грубый пример сделать, то можно сказать так. Значит, в первые 20 секунд, минуты блок должен закрыть как бы А, подписать. Грубо говоря, с 21 секунды по 40-й должен Б, как бы, да, а с 41 по 60-й секунду должен закрыть С. То есть такое-то назначение прям квантов времени. Как бы, ну, не успел закрыть, ну, до свидания, мы тебя подождем. Значит, вот такое вот назначение, такое псевдорандомное, конечно, назначение, как бы, вот этих вот делегатов, их называют, или витнесы, свидетелей для подписания блоков, позволяет избавиться, как раз обеспечить вот эту вот фолл-толеранс византийскую против вот тех самых генералов. Смотрите, если группа размером до 1 трети пытается построить свой форк, она не сможет это сделать, потому что ей будет просто тупо выделяться на это мало времени. То есть она получит 1 треть времени, она никогда не сможет построить более длинную цепочку. При этом время закрытия транзакций, все-таки, как бы, оно у меня, ну, вот такое вот там, вот такое вот. То есть в конце концов, как бы, моя транзакция куда-то вот сюда попадет. То есть чем еще хорошо назначение этих временных слотов, это предсказуемость. То есть это не то, что какая-то безумная скорость закрытия транзакции, а именно предсказуемость. Мы можем гарантированно сказать, как бы, за сколько времени транзакция будет закрыта, да, вот за столько, чтобы c успел ее заманить там или увидеть там пропущенную транзакцию значит то же самое как бы следующие проблемы которые пытаются решать в этом это в этом консенсусе до без разницы сколько здесь может быть вариантов цепочек неважно они все равно будут проигрывать как бы хоть 10 хоть 20 плевать сколько мощности у этих b нам это не страшно дальше как бы даже даже для разделения сети если отвалилась если на самом деле отвалилась меньше одной трети хостов да и они все там в свое удовольствие как бы себя по углам как бы эту цепочку мая все равно в конце концов как только они выйдут сеть все равно она придет консенсусу все очень просто никаких собственно особых проблем нету тоже двойной двойной продакшен да есть в принципе такой вариант вот что b производит два блока да и c на следующем ходу может взять его вот но это будет возможно только на один ход то есть в конце концов как бы все равно победит цепочка вот этот опять же именно из-за назначения времени то есть здесь никакие не выборы не происходит ничего просто говорится как бы вот эта группа закрывает в такой-то стайм слот но к сожалению к сожалению для решения вот этой проблемы и понимание вообще того мы ну предположим у меня компьютер не знаю там сидит в моем офисе моем офисе сидит как бы один делегат вот этот вот и мы живем вот в этой вот цепочке я даже и знать не знаю как бы что вообще существует интернет и где-то там как бы есть основная цепочка для этого существует в делегейтед в графинных цепочках такое понять как last и реверси был блок значит последний блок до к 1 до которого блокчейн считается как бы нерушивым то есть у меня нет я не смогу накатить уже другую ветку он закрывается двумя третями подписей как раз то есть это такой кусок как бы из гипер леджера что ли то есть как раз две трети как бы участников должны его подписать и теперь я никогда уже в жизни не поеду ни в какой соседний форк единственный конечно здесь есть как бы вариант что если много нечестных будет блок продюсеров да то они смогут строить в принципе производное число цепочек но это вообще и в других консенсусах правда а вот так что это не так уж и страшно и как бы окончательно чем лаример короче прибил как бы значит возможности влиять и атаки на этот консенсус это во первых тапас это означает что вы когда транзакцию отправляете в сеть вы в эту транзакцию вставляете хэш предыдущего блока то есть если вы когда сюда кладете транзакцию вы обязательно в нее вставляете хэш предыдущего блока поэтому если я злонамеренный майнер я хочу перестроить цепочку фиг 2 мне удастся заюзать вот эти вот транзакции то есть я мне придется про них забыть то есть меня не надо я не могу как бы перестраивать там чу-то ист истории мне придется просто выбросить и заново пересоздать ну и наконец как бы тоже псевдо рандомное перемешивание вот этих блок продюсеров то есть вот эта вот цепочка порядок abc 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 тоже как бы каждый н блоков псевдо рандомно меняется вместе получается такой очень быстрый консенсус предсказуемый довольно вот с которым как бы хорошо удобно работать значит как это выглядит на практике то есть как выглядит сам как бы паттерн работы клиента до кроме того же стиме ты бит шерс голос и так далее значит они отличаются тем каким его не образом накатывают транзакции на у них есть локальная база данных как раз как саша сказал значит будет уже там урок за рокс дебе был там буст мульти индекс значит в принципе также работают все там и терем биткоин они все как бы берут вот отсюда транзакции и фактически накатывает на базу данных если кому-то будет интересно то точно как программистам по-хорошему блокчейн вообще можно рассматривать как мастер-мастер репликацию если мы вот выкинем всю экономическую историю типа как там между собой делегаты договорятся там какой блоков какой порядок транзакций то по-хорошему в общем-то вся система что bitcoin что этериум это просто способ мастер-мастер репликации локальной базы данных на клиентах но единственно только что вместо запросов bd как бы здесь как бы в транзакции транзакции в другом виде представлены но они при этом подписаны электронной подписью вот стоит датабэйс это как бы кейвы кейв или storage которым конечно ключами являются адреса участников все очень просто как бы любая транзакция это в общем можно рассматривать как insert update без проблем там делита не существует вот и как мы видим это действительно правда потому что на storage уровне что в bitcoin что в этериум используется level db да соответственно видите в графен тоже прибежала как бы рокс дб который является наследником ну вот так вот это я дописал вчера когда я узнал что голос уезжает на рокс дб значит почему вот эти вот db level db и рокс дб на самом деле потому что а у них и такой интересный способ как бы записи в базу не знаю там они пишут сначала лог на диск а потом как бы догоняет его и компактифицирует уровня представления данных все это дает возможность работать системе очень ровно то есть даже если пришла какая-то безумная нагрузка на тачку она продолжает работать довольно ровно вот ну то есть там у нее будут проблемы там с компактификации транзакции там с разбором вот этого лога но в общем как бы по сравнению с реликционными базами данных они работают намного ровнее и держат гораздо намного больше нагрузки поэтому все почему-то вот сконцентрировались именно на level db значит еще несколько за заметок собственно про графеновой цепочки то есть по идее если основные блок-продюсеры не договорятся между собой то потихонечку если они начнут там злонамеренно пропихивать как бы своих там делегатов можно пасти потихонечку цепочка может перетечь к другому набору вот я не знаю я вот видел мне показывали видео не знаю саш там там был было 14 тысяч транзакций в секунду возможно как бы на одной ноге или может еще там как-то как бы но на ну вот ну вот 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 тем более как бы отлично значит графене интересное на самом деле точнее графене а именно проекты я вот прям объединил вот эти два пункта а у них очень серьезный опыт работы с ботами с всякими авторегами там не знаю с трейдингом вот с попытками зайти как бы и трейдить и на самом деле они уже съели кучу вообще там всего как бы связанного с рейд лимитингом транзакций у них есть несколько внутренних криптовалют для того чтобы нивелировать вот эту возможность частотного трейдинга ну и так далее вот это на самом деле движок на плюсах вот последнее поколение кода еос ну не знаю мы смотрели очень даже там приятно все документировано писали под него smart контрактики а и очень удобно сделано прям буквально там несколько там не знаю там несколько файликов все это в веб-ассембли собирается как бы пуляется в еос и вроде нормально работает без особых проблем то есть практически все из рассмотренных движков допускают более-менее удобное встраивание плагинов то я не знаю я писал под стимит плагин очень просто как бы удалось просто сделать отдельный просто гитхаб репозитарий в котором собственная плюсовая си плюс плюсная логика собственная операция собственный там эволюатор собственный способ накатывания на базу собственные индексы вот и все это как бы на прицепляется сбоку к стимит то есть отдельно можно как бы не знаю апгрейдить как бы новые версии стимита а сбоку держать свой готовый этот плагин который там с большой скоростью может выполнять ваш код там какой-нибудь за хардкоженный смарт-контракт вот все вроде спасибо спасибо сергей коллеги вопросы да подождите микрофон пожалуйста да спасибо за доклад очень приятно да у меня скорее комментарий маленький в битшарах в графене есть такая штука манты инстаем когда база компактизируется и в этот момент кажется три делегата ну должны пропустить ну три тайм-слота в виде блоков да вот да мог бы это мог не знать приходи я отсыплю не вопрос и скорее не вопрос про елс я его тоже щупаю у меня вопрос насколько тебе было приятно общая их смарт-контракты как бы отщупать я на самом деле был сильно удивлен когда ну на самом деле как бы на самом деле щупал не я как бы ощупал как раз сотрудник наш и когда но я его ревью и и ауди очень удивился контракт очень похож на солидите прям вот прям вот очень 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 из чего я в общем то сейчас сделал вывод что все движки smart контрактов они работают в общем-то одинаково ну то есть похожий код очень после солидите достаточно легко перейти перейти на это создание смарт-контракта заключается на самом деле в создании буквально одного файлика описание чуть ли там нет там одного класса в нем и прям коротенькой такой компиляции и отправки в сеть то есть мне очень понравилось очень очень комфортно очень здорово еще вопрос у тебя из мастера в еусе собирается потому что нет из мастера в еусе не собирается у них есть какая-то магическая ветка которую нужно взять и тогда она будет собираться до из мастера как бы она не запускается что так что то есть надо я бы я понимаю то есть я-то думал мы мы тоже задолго как говорилось нет из мастера не собирается то есть ищите как бы документацию какая ветка является рабочие как бы надо забирать его за доклад так вот здесь вопрос да у вас был слайд и вы говорили про экономическую безопасность и экономическую ну модель тут токена в целом и блокчейна открыть просто а есть какие-то инструменты для моделирования экономического поведения нет 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 нету и мы хотели бы узнать но мы собираемся там прочитать там в решка курсы хотим найти хоть парочку каких-нибудь экономистов нормальных которые смогут какую-нибудь может математическую модельку запрограммировать то что мы тут мы тоже думаю что если запрограммировать будет модель где что-то сложное будет то есть не просто там люди там не знаю за килограмм свинца один токен дают и меняются токенами а если это что-то более сложный там токены там со временем меняет ценность или еще там что-то происходит протухает то конечно смоделировать как бы свал этой системы там в комить collapse было бы очень здорово мы этого не умеем как бы хотели бы найти того как кто умеет Спасибо. А можешь чуть подробнее про то, чем Ларри всех прибил, про хэш предыдущих операций? И почему все-таки это некая защита? Потому что мне кажется, что можно самому так же хэши посчитать. Нет, ну просто тут вот какая история. Вот у меня есть, например, форк. Предположим, я у себя в тайне где-то там строю форк сети, а в существующем есть уже куча транзакций. Я хотел бы здесь включить свой форк, ведь мне же нужны комиссии с этих транзакций. И по-хорошему я бы хотел отсюда транзакцию перетащить в свой форк. А я не могу, потому что в этой транзакции хэш вот этого блока. Ну, в смысле, я вот про этот лучше. В транзакции в блоке C находится хэш блока B, а не B1. Я поэтому взять эту транзакцию и использовать вот здесь не смогу, потому что как бы подпись будет невалидной. Мне придется, создатели транзакции должны будут ее заново пересоздать и переподписать заново, уже указав в качестве стартового блока B1. То есть это уже такой странный вопрос, как пользователи сами выбирают форк, в котором они хотели бы, чтобы их транзакция была. Это вообще не совсем по-блокчейновски, я поэтому и назвал это контрольный выстрел, который уже совсем решил проблему этих форков. Вот так вот. Сергей, два коротких вопроса. Ларимбер не раз заявлял, что добьется миллион транзакций в секунду. Насколько это реально? И что такое мультитриадность в EOS? Мультитриадность? Мультитриадность? Про мультитриадность я, наверное, к сожалению, не отвечу, потому что не знаю. А по поводу миллиона транзакций в секунду, ну, не знаю, как бы, я не уверен, что это вообще как бы возможно. Честно говоря, просто за счет, просто из-за сети, как минимум, как бы, именно из-за того, что из-за сетевых лагов, как бы, из-за сетевого консенсуса он как минимум не даст сделать миллион транзакций в сети. Возможно, он имел в виду миллион транзакций параллельно во многих шардах, которые, как бы, свои состояния сохраняют уже, там, в основной чейн, как бы, тогда, да, это возможно. Здравствуйте. Такой вопрос про EOS, опять же. Вот вас не смущает то, что разработчики не хотят запускать основную сеть? То есть они только делают софт, но запускать будет кто-то, как бы, третий? То есть они отказываются от того, чтобы запускать Майннет? Ну, как сказать, мне кажется, что у них сейчас просто идет такой просто шторм разработки, там, по коммитам видно, они там в день делают, там, чуть ли там не десяток коммитов, они, видно, вовсю, как бы, пробуют, им, может быть, просто тупо не до сети, как бы, до этой, то есть они просто там закрылись и программируют во все. Вот, мне кажется, проблема в этом. Вот, а боевая сеть, ну, они столько обещаний, как бы, дали, и, может быть, просто не хотят запускать, как бы, то, что не совсем соответствует всем обещаниям. И сека не боятся. А, и сека боятся, да, как все. Здравствуйте. Там на слайде было про 15 тысяч транзакций в графене. У меня вопрос такой, если мы возьмем средний вопрос транзакции, там, средний размер транзакции 1 килобайт, то у нас, получается, в сутки где-то терабайт. Да. И графен как-то решает эту проблему, то есть понятно, что у нас далеко не каждая нода может хранить, если мы это, там, на год, на несколько лет отмасштабируем, мало кто может такое вытянуть. Это, в принципе, в плане хранения, да, и вообще не будет ли деградировать производительность графена, ну, на таких объемах данных? Ну, а по поводу деградации производительности, ведь, на самом деле, производительность с точки зрения юзера, это, в общем-то, на самом деле, производительность в обращении вот к той самой, как бы, LevelDB уже на клиенте. Вот. И, в принципе, накатывали ли мы в эту LevelDB терабайты, либо мы накатывали 1 килобайт, в общем-то, неважно. То есть производительность будет, ну, понятно, что она будет зависеть от объема данных, как бы, но, тем не менее, будет это не сильно влиять. А по поводу объемов, по поводу, там, терабайта, трафика, в Delegated Proof of Stake, там, грубо говоря, делегаты вот эти, они назначаются, ну, специально берут нормальные, хорошие сервера подготовленные, именно их назначают делегатами, чтобы они между, там, с толстой сетью, чтобы они друг с другом успевали быстро синкаться. От этого многое зависит, я как сказал, как бы, от развития, как бы, блокчейна. Это не только развитие консенсуса, но и, как бы, развитие, вот, как раз того самого peer-to-peer, скорости обмена транзакциями. Кстати, вот тут был затронут, как бы, Кадемлия, вот, это, как раз, пришедший из торрента алгоритм. Вот, просто, чтобы, как бы, сказать, если кто не знал, что у биткоина, все-таки, как бы, ноги растут не только из криптографии, но, в том числе, и из торрента тоже, как бы, я очень рад. Ну, я правильно понимаю, что, вот, специальных механизмов, которые, может быть, помогли решить проблему, накапливающуюся объемы данных на каждой ноде, не заложены? Нет. Пока с этим не работают? Нет, ну, как бы, все объявляют, что будет шардинг, как будто бы, вот, но, с другой стороны, но тогда непонятно, как бы, как этот шардинг должен выглядеть, ведь нам, по-хорошему, нужна безопасность, нам нужны хэши каждого блока, и как нам их валидировать, я просто не вижу, как это обойти. Вот, хотя, как бы, все декларируют, пока никто не сделал. Ну, ждем, может быть, что-то интересное через годик появится. Ну, да. Коллеги, еще вопросы по вот этому докладу, по обзорной тематике разных, разных движков, разных алгоритмов консенсуса? Ура. Ну, что ж, если вопросов нет, можете обращаться к Сергею уже в куларах. Спасибо, еще раз поблагодарим. Спасибо.